Ильхам Алиев заявил, что армяне оболгали Шойгу. Когда нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса. Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Об этом в интервью агентству Анадалу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя вопрос о встрече министров обороны Армении и России, после которой было отмечено, что процесс вооружения Армении возобновился. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказался от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, это как минимум безответственность, провокация. Во-вторых, мы видели это неоднократно и в период оккупации, и после нее. Армения и армянское лобби, действующие в России, каждый день работают над тем, чтобы сформировать трещину в отношениях между Россией и Азербайджаном. Каждый день регулярно. Их повседневная работа заключается в том, чтобы очернить Баку, создать негативный образ Азербайджана в российской прессе, бросить тень на отношения между Россией и Азербайджаном. Они думают, что тем самым реваншисты вновь активизируются и смогут начать войну против нас. Но они глубоко ошибаются. Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и мы открыто обсуждаем все вопросы, на уровне президентов, министров обороны, министров иностранных дел, немедленно контактируем и решаем любой вопрос, который беспокоит любую из сторон. Сегодня могу констатировать, что в российско-азербайджанских отношениях нет проблем, связанных с урегулированием какого-либо экстренного вопроса. Отношения в целом достаточно позитивные. Пропагандистские усилия Армении не принесут успеха. В России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении, сказал президент.